Как сдать ОГЭ по математике на 4, если ты ничего не знаешь по математике? Хорошая новость в том, что это возможно. И в этом ролике я расскажу несколько действий, которые нужно тебе предпринять, чтобы сдать ОГЭ. Без проблем, без смс и регистрации. Итак, первое, что тебе нужно сделать, наша с тобой цель, это разобрать все задания, которые тебе встретятся на реальном экзамене в первой части. Потому что, чтобы сдать ОГЭ на 4, нужно минимум набрать 15 баллов. А в первой части ты можешь набрать максимально 19 баллов. И в целом, если ты будешь хорошенечко все это разбирать, то, скорее всего, на ОГЭ ты наберешь максимум 19, 18, 17 баллов, в зависимости от того, насколько ты будешь внимательным и насколько ты будешь выспавшимся. Так где же взять все эти сливы заданий из ОГЭ по математике? На самом деле все задания уже слиты. И они находятся в банке FIPI. Этот сайт выглядит вот так. И все задачи, которые берутся на реальный экзамен, берутся именно из этого сайта. Точь в точь такие же условия, такие же числа. И прям можно просто прорешать этот банк FIPI, и на экзамене ты не увидишь ничего нового. Правда, этот сайт немного неудобный. Ну, как немного? Он совсем неудобный для учеников, потому что там все задания вперемешку. Непонятно, какое задание куда относится. Там нет решений и ответов. Поэтому мы будем пользоваться не им, а другим сайтом. Есть сайт timeformas.ru. Его создала Елена Ширяева. Это не реклама, просто действительно удобный, полезный сайт. И там создатель этого сайта, автор сайта, просто собрал все эти задания из банка FIPI и расположил их в удобном для решения порядке. Вот. В каждом файлике вы сможете найти три блока. Первый блок – это как раз-таки задания из банка FIPI. Второй блок уже нам не нужен. Это старые задания, которые раньше были в банке FIPI, но теперь их уже там нет. Значит, это нас не интересует. И третий блок – это тоже уже другие задания. Это задания из сборника вариантов и прочих источников. Нас интересует только первый блок. Хорошо. Цель определили. Разобрать все задания из банка FIPI, то есть разобрать все задания из блока 1 по каждому заданию на сайте timeformas.ru. Хорошо. Но я же прекрасно понимаю, что это супер для вас скучно, скорее всего. Там много чего непонятного. Ты не можешь просто без знаний взять и начать решать эти задания. Я прекрасно вас понимаю, и поэтому к этому вопросу отнесся достаточно заботливо. На нашем канале очень много роликов, где я даю знания, где я показываю не просто там, как решается то или иное задание, я показываю все с нуля, от и до разбираю. Например, есть условно тема тригонометрия. И я, например, недавно проводил всякие трансляции, и на одной из трансляций я могу, например, полностью взять тему тригонометрии и от и до ее разобрать. Разобрать все задания, которые встречаются в первой части по этой теме. Поэтому я бы на вашем месте сделал что? Просто смотрел эти трансляции, ролики. Для вашего удобства мы, кстати, сделали специальный плейлист, где есть разборы только первой части. И отдельно, кстати, сделали плейлист только по второй части. Вы можете смотреть эти трансляции, весело проводить время, полезно проводить время, учиться решать со мной задания, а потом уже идти практиковаться на тот самый сайт timeformas.ru. Вот и все, дорогие друзья, рецепт простой. Ссылку на плейлист я оставил под этим роликом, так что давайте вперед заниматься. Ах да, чуть не забыл. Очень сильно рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал «Донир на связи». Там я регулярно пощу полезные посты, делюсь полезными файлами авторскими, и провожу викторины, чтобы вы не расслаблялись и не теряли полученные знания. Также там я делюсь важными новостями. Например, совсем скоро в конце апреля пройдет досрочный ОГЭ по математике. Это как настоящий ОГЭ по математике, только проводится раньше, в конце апреля. Он проводится для людей, которые не могут по уважительным причинам сдать ОГЭ летом. Например, если вдруг вы в новой мессе, и у вас на июнь запланирован чемпионат мира, и вы на ОГЭ не можете пойти, а чемпионат мира уже никак не сдвинуть, то досрочный ОГЭ подойдет для вас. Так вот, это досрочный ОГЭ мало людей сдает, но зато мы с вами, обычные люди, сможем понять, чего ожидать от настоящего экзамена. Там все, что касается про такие новости, важные для вас, я буду говорить. Ну и еще полезный совет. Ребят, если вдруг в процессе подготовки, вот вы смотрите трансляции, самостоятельно решаете, у вас возникают какие-то проблемы, ну например, ну просто тупик, ничего не понятно, хочется плакать, и думаешь, что ты вообще не сдашь экзамен, ни в коем случае не сдавайтесь, не нужно надеяться на ответы какие-то, искать легкие способы. Вы можете просто прийти ко мне на курс, ведь там я все очень последовательно, понятно разбираю. По факту мой курс является полноценным образованием с пятого по девятый класс, потому что мы там разбираем всю математику с пятого по девятый класс, и после этого курса у вас намного лучше станут отношения с математикой, и в дальнейшем в колледже, в десятом классе вы не почувствуете заметных проблем с этим предметом. Так что вот есть еще одно такое решение. Ну а на этом все, с вами был Даня Ирбаев, увидимся в следующих роликах, пока-пока.